Ну, и мы продолжим сегодня чтение Сефира Кузари. Мы поговорили в прошлый раз о второй главе и о том, каким образом герой этой книги, раввин от имени, собственно говоря, Иуде Олевии, говорит о божественных атрибутах. Ну, третью главу мы пропустим более-менее, начнем просто ее читать, чтобы понять, о чем она. Сказал мудрец, благочестивый человек у нас не тот, кто удаляется от мирских дел, воспринимая мир как бремя, становясь бременем для этого мира. Ведь в подобном случае он возненавидит жизнь, которая является одной из милости Бога, даровавших ему, дарованных ему. И дальше приводятся цитаты. Мы сразу видим, что речь идет о определении того, кто же такой благочестивый человек. И если вы помните, это один, опять же, один из моментов, такой, одна из тематик, можно сказать, представителей Каламы, которые после доказательства единственности, справедливости Бога и так далее, они переходят как раз к поступкам, и в частности вопрос о верующем или о человеке, который как бы правильно все делает. Это, собственно говоря, один из таких важных вопросов для вот этих трудов Калама. То есть он находится как бы в списке основных тем Калама, о которых мы с вами говорили. И поэтому мы видим, что несмотря на то, что мы поняли уже, что Иуда Левий, он философ, если считать его философом, философ аристотелик, точнее, философ, выступающий против школы философа аристотелик, но вот эта антифилософская позиция, она демонстрирует в том числе его хорошее знание вот этой школы, школы аристотеликов. Но вместе с тем в его произведении присутствуют, как мы видим, и элементы Калама, или, по крайней мере, он может тоже спорить с представителями Калама, но так или иначе тематика, те темы, которые затрагиваются представителям Калама, для него тоже являются важными. Поэтому полемика, если и ведется, то есть она ведется и с аристотеликами, и прежде всего с философом аристотеликом, но и с представителями Калама, как теологической мысли соответствующего времени тоже. И я пропускаю абзац, у философствующих мудрецов и философов есть любовь к уединению. Дабы очистились их мыслей, чтобы они смогли верно истолковать своему заключение и правильным образом разрешить оставшиеся у них сомнения. И вместе с тем они желают найти учеников, которые подвигнуты к дальнейшим исследованиям и помогут освежить в памяти познанное. Так тот, кто трудится для приумножения своего имущества, ведет дела только с теми, кто занят торговлей, чтобы он мог получать прибыль. Это ступень Сократа и ему подобных. И таких единиц нет того, кто стремился бы к их ступени сегодня. Здесь мы видим и уважительное отношение к философам. Тем не менее, он говорит о том, что философы стремятся к уединению, а если некое уединение, то окружают себя учениками, чтобы иметь возможность приумножать свое знание. Он здесь в этом абзаце достаточно уважительно говорит о Сократе и говорит о том, что сегодня таких нет, а вот были философы и покруче, да, крутые, как Сократ, которые, значит, в том числе вели такой образ жизни. Но при этом благочестивый человек, с его точки зрения, это не тот, кто удаляется от мирских дел, и не тот, кто ищет уединения, и не тот, кто, как он дальше скажет, смиряет себя и ведет аскетический образ жизни. И вот эта тема аскетизма, она ее поднимает и Садя Гавон, и тоже говорит как бы о том, что излишний аскетизм неприемлем. У Бахи и Бампакуды мы видели как раз наоборот, да, стремление к аскетизму как, не стремление к аскетизму, аскетизм как одна из ступеней, по которым человек поднимается к единению с Богом. Ну и вот Иуда Алиби тоже затрагивает эту тему. И в следующем абзаце он говорит, верно, что когда шхена была в святой земле среди народа, подготовленного к пророчеству, были люди, которые вели отшельнический образ жизни, удалялись в пустыню. Они собирались вместе с себе подобными и не пребывали в полном одиночестве, а пользовались помощью друг друга в изучении закона и действий, приближающих их к ступени святости и чистоты. Это были сыны пророков. Ну, сыны пророков – это как бы ученики пророков. Ссылка на книгу Бахим. И здесь есть определенное сходство как раз, да, сходство между образом жизни философа, такого как Сократ, и образом жизни пророка, который в соответствующие времена тоже подобным образом удалялся все-таки от мира, да, и окружал себя какими-то учениками. Здесь вот это соположение, оно по-видимому, да, должно показать, что пророк не хуже, да, не хуже тех крутых философов. И сам по себе такой образ жизни вполне приемлем при определенных обстоятельствах. Но, как мы видели, разница между ними, между философом пророком, она с точки зрения Иуды Олеви и Равина, который здесь его представляет, весьма существенно. «Однако в нынешнее время и в нынешнем месте и с нынешними людьми, когда видение нечасто, когда приобретенные знания немногочисленны, а врожденная мудрость отсутствует, тот, кто предназначил себя для уединения и ухода от жизни, навлекает на себя мучения и болезни души и тела. Он почувствует приближение болезни, хотя будет казаться, что он отличается смирением и скромностью. Он станет как будто бы узником, отрицающим жизнь, уставшим от заключения в ней и испытывающим страдания. Не будет ему наслаждения от одиночества. А как же может быть иначе? Ведь он не соединился с Божественным Светом и не может найти себя в нем, как пророки. Он не достиг знаний, которые были бы достаточны для его занятий и для обретения удовольствия. От этого на всю оставшуюся жизнь, как философы. Видите, да, параллелизм пророка и философа, он здесь продолжается. Они снова запараллелены. Вот это уединение для особых философов и для пророков, он признает, но говорит о том, что в нынешнее время это недопустимо. Ну и вся третья глава, она посвящена именно этому описанию благочестивых людей. Вот Хазарский царь, видите, вопрос задает ему. Опиши мне теперь поступки людей, которые вы считаете благочестивыми. И третья глава по большей части посвящена именно этому. Мы ее пропустим и перейдем к главе. Продолжение следует...